Я Демушкин Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения, осужден по статье 282, часть 1, на срок 2 года, 6 месяцев, начало срока 21, 10, 2016 года, конец срока 21, 24, 2019 года, склонен к астемизму, терроризму, нападению сануков, правительный орган, в отряд номер 2. Если ты на любое обращение сотрудника доклад не даешь, петухи уезжаешь. Со 105 я похудел там до 55 килограмм, начали, нас с автозака скинули и спустили собак. Ну я поменял камер, наверное, больше 20. Бесполезно просить, всех будут по очереди убивать. Ну подобное к подобному как бы лезет. Вот политические, они вообще вне масти. Я сидел с таджиками, которые метро в Питере взорвали, наму на зоне тяжелого как бы в отряде жить. Он год воевал в Сирии в ИГИЛе, прошел два лагеря подготовки, и он получил столько же, сколько я, который запостил картинку с русского марша за русскую власть. Я с Кадыровым встречался, что мне там эти, блядь, начальники эти, подполковники. И первый вопрос, который мне задают, ваше отношение к Путину. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на канале Миронов де-факто политик, общественный деятель, один из организаторов, вдохновителей идейных русских маршей Дмитрий Демушкин. И сегодня мы поговорим, как выжить в тюрьме. Как сохранить здоровье, как не пасть духом вообще, что из себя сегодня, вот в эти дни представляет наша пенициарная система, и как не сломаться. Я сидел с людьми, которые к моему миру никакого отношения не имели. С ним нечего было, по большому счету, по моим воспоминаниям обсуждать. Я сидел с ГТА, вот с этими ребятами, там, бандой вот этой вот отмороженной, которых постреляли потом, да, их потом в область перевели от нас, шестерки, они сидели. С жуликами, то есть сидел с каким-то там Нортостом, вот этим фигурантом, с Пылевым, с Андреем, он с этим как бы, ну, с Медведковскими, с Ореховскими. Руки-ноги, да, у него погоняло было? Ну, я не знаю, погоняло, я знаю, что вот он физическая форма, у него была как вот, у олимпийских гимнастов сейчас нету такой формы, когда я гляжу, то есть человек был просто фантастической воли, который тренировался по 10 часов. Поясню, Андрей Пылев, это один из лидеров, был Ореховский ОПГ, было два брата, Андрей Пылев, было два брата Олега и Андрей, Олег получил несколько пожизненных сроков, Олег получил, а Андрей, получил он пожизненные в итоге? Нет, не получил, он экстрадировал с Испании 25, и потом скинули год ему касаться, да. Ну, на него, ему очень долго его судили, он сидел 10 лет на тот момент в спецблоке, по договору со следствием, там ограничено было экстрадиции срок 25 годами, ему начали там каждый раз накидывать какие-то эпизоды, и в итоге, как он рассказывал, там уже какой-то абсурд был, что на него вешали эпизоды, которые там, ну, физически уже не складывались, как бы не могли быть. И ему там, условно говоря, добавляли там уже по полгода, год сверху, и когда на касацию это вышло, то люди даже, ну, что-то там откинули, год ему формально скинули. На тот момент он 10 лет сидел на спецблоке, и три года у него еще так было, то есть 13 лет, он скоро, кстати, рискует освободиться. А я поясню, кстати, тоже для зрителя, что Пылевы, это непосредственно было руководство Леши Солдата, шерстобитого легендарного киллера. Два брата. По ним, кстати, фильм снятый как раз вот по... Банды. Да, шерстобитов, там в фильме прототип его, да, банда. А, кстати, там очень интересная история с этим, с фильмом Банды, по-моему, называлась, да? Ну, что-то такой, сериал там такой, да. Первый канал снимал, а там главный злодей, главный злодей, он, фамилия похожа на Таранцева, ну, изменена. То есть вот этот хозяин русского золота, он стал прототипом этой всей истории. И один из эпизодов вообще деятельности Ореховских, это когда солдат застрелил Глоцера. Это хозяина... А, это я понял, да. Бордели, бордели, клуб Глоц, да, да. Причем застрелил виртуозно, не, виртуозно, да, через, фактически, вот эту, через красную плесню всю дорогу из мелкокалиберного... Да, тот глядел, по-моему, эту зону как раз, а тот просто вышел случайно, и он решил, что он сможет снять. Ну, мне солдат сам, сидя в камере, об этом рассказывал. Ну, лишь как все пересекается. Я сидел с Пылевым, который инструктировал меня, как ехать на этап в Красноярск, а ты сидел с их киллером, который на них дал показания. Расскажу. И ряд показаний в процессе были на то, что заказчиком, якобы заказчиком убийства Глоцера является Таранцев. Но каким-то чудесным образом Таранцева не вывели из этого дела, у него все хорошо. И вот фильм «Банды» продюсировал брат Глоцера, другой Глоцер, и он, вот, где мог, он там Таранцева отомстил, сделав его главным, вот, немного изменив фамилию главным заказчиком, и злодеем, и организатором как раз убийства... Да, ну, видишь. А, да, а, кстати, Тесак, он сидел в седьмом, в восьмом году, он сидел в одной камере с Олегом Пылевым, старшим братом. То есть, они с Олегом и тогда сидели, и говорят, что мало кто желал бы попасть к ним тогда туда, в эту камеру. Потому что душняк, неимоверно они им там устраивали, этим пассажирам. И вроде как там Вася, по-моему, Вася Бойко там тоже с ним посидел. Ну, ты же знаешь, в спецблоках она компания... Которая великая, да? Она уникальная, то есть, это, да, ну, великая, русское молоко. Русское молоко. Нет, компания, чем отличается вообще спецблок от тюрьмы? Если тюрьма, это такой проходной двор, да, где основная масса, это всякие там наркоши, 228 и всякая такая шалупонь, да, то спецблок сидит все-таки элита какая-то кардинальная. Кремлевский централ. Ты же о Кремлевском централе говоришь? Ну, я говорю и о шестом, и о девятом. Там контингент же между шестеркой и девяткой постоянно колешевался. Ну, давайте, да, сейчас поясним. Есть шестой спецблок матросской тишины. Воровской продол, так называемый, где сидят воры, да. Посидел полгода, а есть еще 9-9, другое погибло. Кремлевский централ. Кремлевский централ. Но это федеральная тюрьма, номер один. Да, это федеральная. А шестой блок находится в системе матросской тишины в московской тюрьме. Шестой блок относится к всину Москвы, а это в сину России, да. А девятка находится в корпусе тюрьмы, а шестой спецблок – это трехэтажный маленький домик в центре тюрьмы. Отдельный. Он первоначально строился, я как понимаю, под лиц там под расстрелы. Но, естественно, потом со временем переоборудовался там подземный ход вот этот, как тебя выводят на тюрьму оттуда на свидание. И там сидели воры в законе и какие-то вот эти всякие криминальные лица, которых нельзя было посадить на общую тюрьму. То есть, это тюрьма в тюрьме такая маленькая была. Вот. Там сидели всегда жулики, то есть, все жулики туда отправлялись. Там сидели какие-то вот лица, которых надо особо было изолировать как-то. Ну и плюс постоянно между девяткой АА и плюс всех террористов отправляли с Лефортово. То есть, на следствии они были в Лефортово, а после, как следствие заканчивалось, их привозили к нам. Из сорока человек, у нас там было 16 камер, 40 человек, от двух до четырех в каждой камере. У нас, кстати, были камеры хорошие, комфортабельные, душ был в каждой. Вот. Туда это самое... 19 были террористы. То есть, из сорока 19 террористы их свозили. Там я сидел с таджиками, которые метро в Питере взорвали. Мы их всех выкатали, то есть, на продол выгнали. Ну, короче, вот по Норд-Осту последний фигурант был. Там, ну, короче, все, кто что-то взрывал где-то, они тоже с Лефортово к нам переезжали. Была такая система в Матросской Тишине, что нас не совмещали с другими осужденными. Мы числились на Матросской Тишине как спецконтингент. То есть, все были там обвиняемые, там уже осуждены, а мы везде на стендах, как специнформация для спецконтингента. Спецконтингент возили отдельно. Шестерка и девятка, все автозаки возили как бы нас отдельно, не смешивая нас с другими осужденными. Даже когда вам свидание какое-то, либо адвокат приходил, либо родственники для общения, вас когда по тюрьме вели, то все камеры закрывались и осужденных убирали. То есть, либо ставили к стене, то есть, не давали вам никак с ними соприкоснуться. Я это сразу заметил, что это такая изоляция. С одной стороны, хорошие бытовые условия, потому что были большие камеры, была изоляция камеры, там везде внутри камер. У нас практически не было мертвых зон, там даже туалет так хитро был сделан, что тебя более-менее должны были контролировать. А с другой стороны, вот был абсолютный контроль. То есть, нельзя было ничего пронести. В шестерку вход, вход в нее всегда через раздевание осуществлялся с полным досмотром. Даже если через стекло ты общался с родственниками, и казалось бы, странно, тебе ничего не могли передать. Там было стекло, ты пообщался. Охрана была в шестерке отдельная, которая не имела отношения к матросской тишине, вот к той охране. И они утверждали, что мы вас все равно досматриваем, потому что вы могли коррупционно договориться там с людьми, получить телефон от охраны той. То есть, они нас оглядывали, постоянно раздевали. Через раздевание мы входили. Ничего там запрещенного, естественно, не было. Там абсолютно был такой вот наглухо замороженный продол. Ну, как и девятка, собственно, то же самое. Суть девятки же это заморозка. Слушай, я когда... Телефонов у вас не было, я готов, ну, там, точно, по-моему, да? Телефон за два года. Телефонный аппарат я держал в руках два раза. Первый раз я держал... Нет, три. Первый раз на девятке я видел телефонный аппарат. Причем это было как? Я только заехал, но это понятно, это был прокладон оперской. На, кому будешь, туда-сюда, как бы отказался. С нами сидел такой тучный персонаж, который работал, как мы понимаем, на оперов полностью. Он был настолько толстый, что он мог телефон спрятать в складках живота. Раздвигал, засовывал. И вот первый раз... Вот я только заехал с Петров на девятку, вот заходит вот этот товарищ, раз, у него здесь гашиш и телефон. Все, больше я такого нигде не видел и не слышал. Ну, ты сразу понял, что... Ну, понятно, да. Даже я вот, который еще не знал, как это все работает, для этого было... Понял, что такого быть не может уже, да. На шестерке один раз телефон кто-то, и то он продержался там, наверное, он потом куда-то исчез. И один раз телефон был у Боря Шафрая в Мосгорсуде. Ему приносили эти там местные сотрудники, когда он был там, они судились по френдам. Ну, ждал, когда внизу там в этом подвале... И по поводу шестерки, тоже был интересный момент, я когда написал книгу «Замурованные», мне звонят НТВшники, и говорят, а вы вот в книге описываете, как вы сидели с Гробовым. Можем записать сюжет по этому поводу, как сидели? Ну, я говорю, ну, давайте, а где? А вот прям, где вы с ним сидели? Я говорю, в смысле? Как вы договоритесь, да? На шестом, на шестом спецу в такой-то камере, по-моему, первая вот справа, он говорит, ну да, вы нам камеру скажите. Я говорю, да ладно, вы договорились, приезжайте. И я вот с воли в костюме, в рубашке, вот заходил по этим коридорам, вот это реально такой легкий озноб, когда тебя заводят в эту же камеру. А ты подвалами ходил, эти решетками всеми там, да, вот тебя через подвал уводили? Сотрудники, все, они с этого, от Тагива, который был тогда хозяином Матроски. Там 15-ти, а что, так надо открыть, что туда зайти? Да, и вот с каждым вот этим хрустом у тебя вот это буревоспоминание. А меня тоже запустят, да, сразу. И вот тебя заводят туда вот, где ты показываешь, это все есть в сюжете. Вот эти туннели там мрачные, вот эти крысы, вот эти эти, там идет такое ощущение, что ты оказался в каком-то 18-м веке там идешь. Я и до сих пор вспоминаю вот эти вот все подвалы, где, ну, людей, видимо, стреляли раньше. И ты понимаешь, что ты не в этой вот каком-то временном промежутке находишься, а где-то вот какой-то век-другой. Меня когда во Владимир привезли в СИЗО номер один, у меня тоже какое же ощущение было. Меня посадили в подвал, замка там вот эта, башня, которая была построена еще там, не знаю, при царе горохи. Я очутился там, какая-то катакомба, потолок вот такой, который выше моей головы, там на 10 сантиметров. Я еще думаю, где я вообще, круглая камера такая. Думаю, где я вообще, там капает везде с потолка вода, окна нету, я ниже уровня земли. Я думаю, что вообще происходит, где я оказался, это не может быть сегодняшний день. Вот, я как в твоей книге где-то уже, где-то оказался не здесь, вот такое ощущение. Я думаю, такое не может быть в этом веке, где правозащитники, где люди вообще, почему они вот это все не видят. Вот, и ужасное, конечно, это все впечатление. И вот на матроске сидеть, и вот сидеть в этих спецблоках, это абсолютно разные вещи. Вот эти катакомбы, вот эти ключи, может быть, атмосфера людей, которых там приговорили к расстрелу, которые сидели. Потому что, ну, там, понятно, там, это изначально же были расстреляны, я как понимаю, камеры. Я думаю, может, энергетика вот эта, еще что-то. Вот, ну, и люди там специфические, там же люди, туда же даже убийц не сажали, ну, обычных. Там киллеры какие-то сидели, которые там понакрошили, или какие-то криминальные авторитеты, либо какие-то вот, ну, совсем такие резонансные преступления. И вот такие, как я, которые за картинку заехали, у меня еще особый контроль повесили на табличку. Там из всей, из всего спецблока, 16 камер, всего три таблички было. Особый контроль. Да, всего три таблички было, одна была моя. Я сначала думал, что это не мне, а потом, когда там же Келешовка это идет, перекидывание, она смотрит, за мной везде ездит, ну, думаю, ну, понятно, все. Еще профучеты мне эти нарисовали, там, нападение на сотрудников, склонен к терроризму, дезорганизации. То есть, весь там я в полосах оказался. А у меня там срок-то был вообще смешной. Два с половиной года для спецблока это вообще не срок. Ты сидел с ГТАшниками, ты сказал. Да. ГТА – это кровавая банда. Да. Со Средней Азии… У них не было особого контроля. Он был у меня. Со Средней Азии, я напомню. Фазиль, да. Которые на трассах… Да, убивали людей. Останавливали машины, бросали ежи, колеса, человек выходил и убивали. Беспредельщики. Да. Просто. Это полгода, да, они, по-моему… Ну, я не знаю, но беспредельщики там просто… Сколько человек было? У нас сидело, по-моему, четверо. Ловили их всем миром. Ну, они раскиданы были по камерам, вместе не сидели. Ловили их всем миром. Ну, их Эрик Давыдович, который у тебя был там бегал. Давидович их, кстати, объявил на них охоту, да, и свой вклад. Бог, кстати, с ними потом пересечься, встретиться вживую. Но он на девятке, правда, по-моему, сидел, а они были на шестерке. То есть они просто не… они могли только в автозаке пересечься, как он их ловил. Сколько у тебя… со сколькими ты сидел? Да и в Келешовках, по-моему, со всеми, так или иначе, пересекался. А в Келешовках это уже… когда-то отбывал наказание? Там, смотри, как… В тюрьме ты сидел с ГТАшником? Да, в тюрьме только и сидел. Отбывал-то я в лагере в Покровье, в общем режиме. Они там… их постреляли на тот момент. Смотри, ты сидел в камере с ними. Да. Вот сколько там ГТАшников было? Нет, они все были в разных камерах. В разных тебе тусовались с ними? Да. Ты с четырьмя сидел? Да, наверное, со всеми. Вот что представляете? Хорошо, это какое-то надо находить там общение, язык. Но ты понимаешь, что сидит вот этот… Один был такой на продоле компанейский лес общаться. Одного сразу в шерсть… по-моему, всех в шерсть отправили, кроме одного. Да, и что такое в шерсть отправить для зрителя? Там был такой жулик сидел у нас, который недолюбливал, как бы, мягко говоря, террористов на тот момент. И так получилось, что, ну, когда им задавали вопросы люди по поводу зачем и что они делали, они как-то вот не смогли обосновать, потому что там ни религиозного, никакого фактора не было у них по сути там. А что они говорили? Ну, я на самом деле сейчас вот особо сейчас не скажу, что… Я, как понимаю, мне уже положенец, да, объяснял, что вот их всех отправили в шерсть, а последний начал отрицать, что он убивал. Получилось так, что эти уже шерстяные, их уже спросить нельзя было, чтобы их слово в основу положить по него. Для зрителя? Шерстяные? Шерстяные, ну, это есть осужденные с низким социальным статусом, это так называемые опущенные, а есть вот такое звено, это не опущенные, ну, статус тоже, как бы, социально… Стремящиеся к опущенным. Да, предельно низкий, то есть, людей, которых определяют, ну, да, на грань, еще один шаг, и самая низкая каста у них вот эта вот окажется, да, то есть шерстяные – это те, кто, как бы, на лагерях потом делает там всякую черную работу. Шныри, шерстяные, там, и так далее, вот, то есть, это все вот, как бы, они в почете там не были. И один из них вот с этой темы съехал, начал отказываться, что я, говорит, никого не убивал, это все там, типа, мусора на меня вешают, и получилось так, что шерстяной его уже слова не могут быть использованы для того, чтобы ему что-то предъявить. Там же тебе, ну, ты же сам знаешь, что бы ты ни нагородил, тебя, если нет доказательств, обязаны верить на слово. То есть, что бы ты ни сказал, если люди не могут это опровергнуть доказательствами, то, как бы, ну, все, значит, так и есть. Даже если все понимают, что, скорее всего, это ерунда. А если ты уже человека в шерсть, да, этого его подельника отправил, то его слова уже не могут быть использованы, то есть, уже что там воры сказали, мы что там у шерстяных сейчас будем выяснять, что ли. Ну, то есть, там какая-то вот такая получилась. То есть, я в эту блатную жизнь не лез, вот эти на воровских продолах старался не общаться, хотя меня каждый день все равно, как и все, и всех тягали. Ну, здрасте, до свидания, там, и все, на уровне того. То есть, я туда старался в эту тему не вылезать никак. Потому что все, кто туда лез, в итоге впарывались просто в какие-нибудь там вопросы, которые им потом боком обходились. Я думаю, зачем мне это братское общение там особо? Ну, на уровне там, если в чем нужда, нет, спасибо, там, все нормально и так далее. То есть, вот на уровне таком, то есть, было общение. Когда мы уезжали, меня собирали жулики там, делали мне там баулы. И я там должен был отписать маляву, куда я приеду. Типа, за меня должны были написать, что я там порядочный и так далее. Но, де-факто, когда я поехал во Владимир, я понял, что маляву писать некому. То есть, абсолютно, что на оперотдел там воровские малявы никому не нужны, которые придут, этот лагерь замороженный, там, с крестом полностью, этот Покровский. Поэтому там делать абсолютно нечего воровским малявам было, не пригодилось. Вот. Ну, и как бы я еще не получал там взыскания. То есть, я не пытался играть в эту там блатную романтику. Не занимался тем, за что там давали взыскания. Это, кстати, потом тоже сыграло роль, что у меня не было взыскания абсолютно, я поехал. Там, если ты следуешь там правилам всем вот этим, то там по 40, по 50 взысканий можно было схлопотать там за пару месяцев. Причем на матроски тебе их не объявляли даже особо. Ты там приходишь, тебе любую там вещь, абсолютно такую бытовую, там, задают вопрос, ты там не отвечаешь, ну все, тебе там взыскания рисуют, кровать не застелил взыскания, там это взыскание, в журнале не расписываешься взыскания, там. И, короче, тебе их даже не объявляют по итогу. Потом ты поезжаешь на лагерь и обнаруживается, что у тебя 40 взысканий, а это красные лагеря, тебе там на приемке начинают уже долбить, что ты как поехал, как уешник какой-то там такой закоренелый, да. На самом деле ты просто там жил как вот, опять же, какая хата. Если ты с вором, ну, сел, то здесь извини, ты все равно там, ну, тебе не дадут расписаться в журнале, да, тебе не дадут этой темы сделать, там извини, ты уже взыскания будешь сам выхватывать. Но по воровской теме тебя будут спрашивать, как бы, администрация, хочешь ли ты сидеть с ворами, обязательно с разрешения твоего, как бы, согласия сажают. Я по заезду, мне было по барабану с кем сидеть, потому что я не знал всей этой кухни там. Мне потом уже положенец объяснил, я попал в хату, где сидел положенец у нас, Прадола, как бы. Это Владимир такой был, за Хованское кладбище, за побоище вот это вот они сидели. И он как бы вел эти все конференции, братское общение, и он мне тут же, ну, помог эту всю тему раскидать, как чего, как где, там, здесь не стесняйся, не тушуйся, здесь как есть, так и рассказывай. Потому что выпал сразу русский вопрос, я не успел заехать, воры сразу начали поднимать русский вопрос. Сергу Асатран, там вот эти вот все там, они начали сразу качать. А я заехал, получилось так, что меня заводят. Асатран, это Осетрина? Да, ну, там их было тогда, этот был Шалва Хонский, этот вор был, Сергу Асатран, и этот Толик Ногинский, Толик Хонжа. Потом заехал этот, еще Ахмед Сутулый после был. Вот, и так получилось, что я въезжаю, и во всех телевизорах по всему спецблоку идет репортаж, как меня, как бы, это самое, судят, там, все телеканалы абсолютно транслируют, приговорят. Экстремист, фашист. Фашист, националист, русский этот, за русскую власть. Преследовал мигрантов и все остальное. И я заезжаю, а понимаешь как, меня судили рано утром, меня суд осудил, меня заковали, в сборку закинули, вот, со сборки там, как бы, это самое, там долго мы там часов просидели, потом там это, потом то, и в итоге меня привезли, а потом в матроске я там на этой сборке еще сидел, там же пока там анализы, пока тебя оформят, пока там эти вещи, пока там все тебе вопросы позадают. И меня уже опера поднимали на спецблок, но время было уже 11 вечера. То есть это рано утром я попал вот на суд, там в 9 утра он у меня начался, и в 11 меня только привезли на матроску, причем привезли как? Опера не смогли что-то оформить, они сказали, ночь сейчас ночуешь на шестерке, а потом переезжаешь на девятку. Говорит, ты на девятке будешь, но ночь сейчас, говорит, мы уже не сможем, ты, говорит, одну ночь переночуешь. И мы, короче, меня поднимают, заводят, там идет по продолу этот шум, как бы, о, Демушкин там, Демушкин. И я захожу, уставший с вещами, и там 4 шконки, и 2 человека в камере сидит, вот Володя еще там, один руководитель Роскосмоса был там, мужик. И я начинаю разбирать вещи, и воры меня тянут на продолу, начинают спрашивать. И я начинаю, не спрашивать, как бы, интересоваться, ну, лучше так сказать. И я просто говорю, там, вы, говорит, тормознитесь сейчас, я говорю, с вещами хоть разберусь немножко, там, пойду в себя, там. А потом, говорю, мы пообщаемся. И вот они там кричали, вот здесь за русский вопрос, а здесь русских нету, типа, а вот можешь нам пояснить, и так далее. Я в эту перепалку, как бы, вступил с ними. И положенец вмешался в эту тему, как бы, сказал, что, что вы там, как бы, человека грузите, там, типа, пусть он там сейчас в себя пойдет, чайку попьет, там, говорит, а потом, там, типа, в следующую уже сессию, там, на следующий день с вами уже пообщается. Вот. И они там сделали такую тему, что, типа, мы, говорит, сейчас, говорит, ладно, пробьем за него, и, типа, потом побеседуем. Не знаю, где они что пробивали, но на следующий день уважение было максимально уважительным, общение, и все вопросы были сняты. То есть, потому что в следующий раз уже в продоле, там, было уже такое, все, там, пожелание, что мне нужно, там, что мне надо закинуть, что мне там не хватает, хватает. Причем, там, один меня, жулик, там, шутя, назвал скинхедом, мы его тут же отсчитали, что, там, не надо так говорить, там, ну, то есть, другой жулик. То есть, что-то там, по мне, видимо, прошло время такое, что, типа, это, вот, какой-то человек, к нему не лезьте. И общение уже было какое-то такое нормальное, комплиментарное. Ну, и все, собственно, я туда сильно в эту кухню не лез, потому что она была не совсем моя. И, ну, политически они себя чувствуют немножко, ну, как не в своей вот этой вот тарелке все, и в лагере такая, поезжаешь, там тоже к тебе, и администрация не знает, как с тобой выстраивать отношения. Понимаешь, политические люди, еще и какие-то общественно известные, они, они не понимают. Ты, я там, знаешь, в чем, как бы, у них суть? Они, понятно, что им дают там общую команду, суправы, кого-то прессовать больше, кого-то меньше. Но существует человеческий фактор, как и везде. И сотрудники кого-то прессуют, потому что им сказали так, а кого-то прессуют, потому что им в удовольствие это. Ну, там, что какой-то там поезжает, там, мразота, да, и он, ему и не сказали, они все равно его там сломают, да нельзя. А чем отличаются общеуголовные преступники от политических? Что там сам факт, деяние не ясен, в чем состоит преступление. Никто же не оспадывает, что воровать плохо, да, что убивать плохо, там, что насиловать плохо. Все признают, что это плохо, они лишь спорят о степени своего участия. Типа, я не насиловал, я лишь на шухере стоял, или я там насиловал, но она сама хотела. Ну, то есть, все спорят не о том, что это плохо или хорошо, о том, о своей там роли какой-то. А у меня был сам вопрос спорный вообще, политический. Вот там за русскую власть человека можно сажать в тюрьму? Вот все опера и вся администрация искренне считала, что нет. Они считали, что, что, говорит, вот мне так и сказали, что за это в России уже сажают, что ли? Они почитали приговор, не поняли его, отложили в сторону, а теперь расскажи нам, за что действительно тебя посадили. А я говорю, ну, вы читаете, вот суд за что осудил, за то и осудил. И они такие, видно, что по их лицам они не могли сформировать отношения. То есть, вроде как чувака ни за что привезли. Ну, а с другой стороны, приговор-то надо исполнить. И по нему с управы из Москвы пришло куча, как бы, распоряжений ценных, там, что с ним делать надо. И меня они, во-первых, выделили сразу из общей массы. Когда приемка была, там всех убили. Меня отдельно, даже с другой стороны, забора вот так развернули, туда поставили. И я стоял, я все это слышал, я это все, как бы, спиной, как бы, был. Ну, все это, эти ковики, визги, там, все. Я еще такая зло меня взяло, думаю, ну, блин, ну, давайте. Я сейчас специально еще там, мне еще, думаю, что вы там просите, ну, умоляете. И все равно тебя будут бить. Ну, понятно, что бесполезно просить. Всех будут по очереди убивать. Вот. Я думаю, я наоборот попрошу, чтобы меня посильнее избили. Сейчас говорю, специально на дерзость включу такую, что потом адвокаты приедут и вывезем эту тему. Говорю, нормально. Я был уверен, что за мной быстро приедут, меня навестят. Я думаю, ну, ладно, если вы так решили с людьми. А еще, знаешь, меня сбесило, нас собаки кусать начали. Нас автозака скинули и спустили собак. И они начали прыгать там, ну, людей драть там кому-то за задницу, за ляжку там. Вот. Меня как-то они так вот все пробежали, там одна попыталась схватить. Ну, как-то это, ну, я еще такая злость меня взяла. Думаю, что это за это, за гестапо такое. И когда все закончилось, они говорят, разворачивайся. Разворачиваетесь даже, по-моему, на вы. Я разворачиваюсь, они говорят, ну, говорят, стоят сотрудники, и несколько там этих, козлов, по-моему, стояло еще у них там, активистов. Ну, для зрителей, это те, кто сотрудничает с администрацией на окладе, находят секции правопорядка из числа осужденных. И они говорят, проходите на лагерь. Я говорю, ну, дескать, а вот, ну, матное слово, дескать, тумаки. Они такие смотрят на меня, говорят, ну, зачем вы на нас клевещете, Дмитрий Николаевич? У нас, говорит, такого на лагере нету, проходите на лагерь. Я прям по телам вот этим вот избитым там, обоссавшимся людям там, которые аж вот, прям по ним буквально там перешагивая, захожу, думаю, ну, понял, что бить не будут, думаю. Я думаю, меня встречает руководство, как бы, на это лагерное. И первый вопрос, который мне задают, ваше отношение к Путину. Я вообще офигел. Я после всего этого шока, этой поездки, этого Столыпина, где прикованным меня, как профучетника, везли на трассу, я думаю, знаешь, я так это, типа, вам, говорю, какое дело вообще до Путина-то? Я вообще вопрос не врубился, я, говорю, плохо, говорю, отношусь. Они такие смотрят на меня. Ну, говорит, ладно, говорит, типа так, это незавидно. Будем исправлять. Да, и в бур, короче. Это сектор усиленного контроля. Меня сразу определили в этот, это у них там, вот где Навальный, короче, потом оказался. Там, короче, была какая система. Ты две недели попадаешь в карантин, и там в карантине бьют, ломают, тоже заставляют учить наизусть это все. Твой доклад, штатный список там личного состава всей колонии, причем даже кореец, который ни одно слово по-русски не знал, выучил его. Там варианта нет не выучить. Азербайджанец, который по-русски не понимал, по имени выучил, все штатную численность, все часы приемов, всех сотрудников, званий по имени и отчеству, все, абсолютно. Доклад, ну все. Ты, короче, учишь две недели, а потом тебя кидают, ну, большую часть в бур этот, на две недели. И ты с этого карантина думаешь, как бы отсюда вырваться уже, потому что это ад какой-то. Там все на бегу, там тебе не дают ни спать толком, ни есть ничего. И ты уже думаешь, как отсюда быстрее бы время тебя на лагерь подняли. Но когда тебя в этот бур кидают, люди понимают, что лучше бы они на этом карантине жили всю жизнь. Ну там, по-моему, заход туда, это начинается одища просто. Не знаю, что живешь до вечера или нет, просто там такие экзекуции там над людьми начинались. Но опять же, со мной было все немножко поиначе. Ну там издевательства, ну всех еще и били, как бы это побои. Меня сразу отдельно завели в каптерку. То есть там всех раздевают, то есть это там начинают глумиться там. Там все там стоят, ну не все там, кто-то стоит там, сигарета в заднице ходит туда-сюда. Не дай бог за два часа она упадет куда-то там. Ну всякие вот такие вот избиения, эти издевательства там. Пятки у всех поголовно отбиты, на носках там ходят в первое время там. То есть, ну идут такие. Меня как бы никто пальцем там не тронул. У меня было другое издевательство надо мной. Запретили разговаривать категорически. Стационарная поза, ножки вместе, ручки за спиной, голова опущена вниз, коситься глазами нельзя, ничего нельзя, почесать нос нельзя, только с разрешения. Восемь часов в день стоишь, восемь часов сидишь, за исключением пауза, это поход в столовую и так далее. И семь с половиной часов спишь. Доклад каждые два часа днем восемь раз, и каждый час ночью восемь раз ночью. Но там не ты даешь доклад, там сотрудник будет дать доклад. Ну то есть ты спишь вот этими вот урывками там такими. И нельзя разговаривать. Ну понимаешь, и там было это две недели. И две недели 99% уходили на отряд. Они потом делали все, чтобы на этот лагерь просто отряд не попасть назад. Потому что они понимали, что это ад. Иногда довешивали третью неделю кому-то. Люди рыдали, когда их еще на неделю оставляли. Это очень редко было. При мне это было несколько случаев. Три недели кто-то сидел. Меня туда кинули на восемь месяцев. За вот мой вот этот ответ. Со 105 я похудел там до 55 килограмм где-то. Я не спал, не ел. Я ну мерз плюс 13 градусов на бараке была как бы температура. И не было ни одного места, где можно было согреться. Запрещена была одежда любая на сон. Строго в трусах и в футболке. И было тонкое байковое короткое одеяло такое. Ты его не мог накидывать на голову. Обязательно вот так оно должно лежать у тебя. Было тяжело. И ты засыпал после отбоя. Отбой в 22.00. Отбой ты тут же засыпал. И где-то уже часа в два ты просыпался от колоту, но ты уже спать не мог. То есть ты ее просто колотила. И весь день колотила, потому что на улицу выгоняли вот этой летней. Осень была, летние вот этой робе. То есть ты там мерз, на бараке мерз. Я этот холод запомнил везде, где бы я ни был. Единственное место, где это столовую тебе приходили, тебе наливали пол чашки горячего чая. Это была единственная тема, где ты в этой столовой холодной тоже пол кружки выпил. И ты становился по-настоящему счастливым. И я никогда не думал, что в моей жизни наступит такой день, когда я зайду, а чай оказался холодным. И в тот момент моя жизнь рухнула из-за чая. И я прям вот, я помню, у меня слезы на глазах покатились. И я потом даже себя поймал на мысли, ну неужели? Вот эти пол кружки чая, которые наливали горячего, это был такой вот смысл весь, блин. Мне потом я запомнил этот чай. И вот этот холод, этот голод вечный. Не давали свою еду есть, ничего не давали там. Вот этот вот усталость. Все на бегу надо было делать. Там всегда куда-то опаздываешь. Сирены, это пол шестого поднимали тебя. Ты должен 2 минуты на сбор кровати, 2 минуты одеться, 2 минуты зимнюю одежду, 2 минуты построиться. И везде последних били. То есть последние двое, кто застелил кровать в коптерку, последние двое, кто оделся в коптерку, последние двое, кто зимнюю одежду одел в коптерку, последние двое, кто на улицу выбежал в коптерку. Принятие пищи 2-1,5 минуты, быстро ложкой стучив, встаешь. Последние двое, кто встал в коптерку, Короче, везде двух опоздавших последних били Кроме меня Меня в расчет не брали Поэтому я не спешил Но не было обуви своей Не было ничего своего Поэтому было несколько ботинок без шнурков Если ты последний заходил, ты одевал обувь, которая тебе досталась То есть гигиены не было Все было общее Тапки общие, ботинки общие Нельзя было свою обувь иметь Ничего своего нельзя было иметь у нас там И ты постоянно бежал Чтобы схватить ботинки со шнурками Чтобы без шнурков не спотыкаться С 45 размером Бывало 39 приходилось напяливать Бывало 47 тебе доставался, одевал Поэтому я тоже последним быть не хотел Хотя, если я был последний То били двух предыдущих Меня не трогали Но я там остался на 8 месяцев Сидел на этом гребаном секторе усиленного контроля Где людей долбили Убивали Что угодно с ними могли сделать И делали это все активисты, не сотрудники То есть у нас там 55 человек Где-то нас было Из них 20 это активисты Чтобы ты понимал Любой активист Это, ну, они отбирались там Как бы по профилю Как бы это вот были там А кто в основном отбирался в актив? Завхозы и старшие Как бы почти все были С малолетки Ауешники То есть там убийства такие Ну, которые, короче, десятку максимум получали Или особым совещанием Там сколько-то им даже больше давали У нас завхозы почти все были такие То есть с малолетки Все в звездах заколотые Там наши положенцы какие-то По сколько лет там было? Ну, с малолетки они поднялись То есть вот-вот 18? Не, мой завхоз там Ему 27 было Он уже девятку отсидел На момент Ну, то есть Ну, у кого 40 большие Кто на малолетке там топнул Там, например, пятеру Потом пришли к нам на лагерь Вот Или там двойку И у нас на лагере Они еще долгую имели революцию Вот И А Такие, как бы Прессовщики Ну, в основном Скинхеды, нацисты, фанаты Скинхедов всех брали Сразу в прессовщике Еще там Ну, там был какой-то сброд Так, спортсменов всех брали То есть прессовщики То есть там была какая-то тема На карантинка заводили там массу Они такие побитые На тот момент уже были Заходили там Оперсостав И как бы определял там Типа Че нужно в лагере Они говорят Там скинхеды, фашисты, фанаты Там, нацисты Там есть Ну, естественно Все там стоят Но они говорят Ну, все, раздеваем, короче Там, если кельтские кресты Свастики Там, фанатские темы есть В актив, как правило Сразу там Че, черных любили бить Ну, по профилю будете работать Типа Все, их сразу уводили Начинали с ними работать уже Вот Ну, были те, кто пытался отказаться Там, как-то съезжал с этой темы Там, ну, основная масса В итоге их все равно Их туда отправляли Ну, по петухам тоже были Там К завхозу Там, петухи явно и есть А он там Ну, буквально полдня Там, он говорит Пока нету Они говорят Ну, к концу недели Два нужно, короче С карантина Там 14 человек заехало Два их нужно Иногда на лагере Ну, на лагере Ну, на лагере Петухи Это единственная масть на лагере Без которой лагерь жить не может То есть, она без всех мастей Он фактически существует Кроме петушиной В лагере есть определенный процент работ Которые выполняют только петухи Без них обойтись нельзя На лагере бывает Что у петухов было переизбыток И тогда опера наоборот давали команду Чтобы петухов не плодил Чтобы никого туда не отправляли А бывало дефицит Когда освобождались они И нужны были петухи Петухи выполняли Убирали туалеты Там мыли опероделы Всякие там коридоры Помещения Ну, там носки стирали Ну, то есть Петухи-то опущены Да, петухи опущены Ну, заключенные с низким социальным статусом Лица нетрадиционной сексуальной ориентации Нет Лица нетрадиционной сексуальной ориентации Те, которые любят мальчиков А петухи – это того Кого загнали в низкий социальный статус Они любят девочек и жен своих Но оказались опущенными То есть такая вот есть формулировка Они как бы Есть понятие рабочий петух А есть понятие просто как бы петух Рабочие петухи – это те, кто работает непосредственно То есть А как их переводили в эту касту? Да, по большей части словами просто Говорили, подходил там Опер какой-то говорил Ну, что ты там нормально себя чувствуешь? Человек говорит Ну, да Боялся, дрожал, потому что там Понимали, что ничего хорошего не сулит Он говорит Ну, мы там нормально жить будем? Ссориться не будем с тобой? Нет, конечно, не будем Ну, все, давай рулетик К рулетик, крути давай к петухам Вот Тот такой Ну, говорит А иначе, говорит, что? Сейчас, говорит, это письки будут Вот Ну, там даже среди петухов есть же градация Петухи тоже, они делятся У них разные столы у них Есть петухи, которых через прибор опускали А есть петухи, которые сами ушли Которые как бы, ну И они между собой тоже У них отдельная посуда и сидят отдельно И как бы там есть такая тема Что либо сам, либо вот Могут помочь там Вот Ну, при мне такого, чтобы прям загоняли Кого-то вот по-настоящему Какого-нибудь сильного человека не было При мне было много, когда Создавали условия такие Что слабые люди туда уходили сами Я видел тех, кто просился туда Там вечером ложишься, смотришь один раз Ушел в петушиный угол На следующий день еще И мы даже не понимали При мне были случаи, когда Активисты наоборот не пускали человека в петухи Были, заехал молодой парень Он рэп-исполнитель какой-то был Где 19 лет ему было И его как шныря кинули на эту На мойку Он там мыл эти раковины Это не петушиная тема Ну, близко к ней Петухи на туалете стоят А там на раковине Он как бы смотрел, следил Чтоб руки все помыли после туалета Чтоб там еще что-то постирать тоже И он, так как у него должность была нужная Его с этого бура не отправляли на лагерь Не поднимали А там очень тяжелое было существование Там били постоянно И он, ну, терпел-терпел И понял, что он на лагерь не поднимется оттуда Потому что, ну, раковины мыть кому-то надо же А он справлялся Как бы его менять не будут И он решил там уйти в петушатню Как бы И он там к петухам пошел С ними там сразу сигарету у них взял Закурил, как бы Ну, по лагерному все А активисты говорили Нет, типа Плана нет на тебя Типа ты не петух нифига Его оттуда доставали И он там несколько раз там К ним есть И все И в итоге они вынуждены были Операм сообщить Опера пришли за ним Тоже с ним там поговорили Увели его Ну, в итоге тот, видимо, настоял И они такие Ну, типа все Он вернулся уже В петушиную масть вот и ушел Вот И уже с ними начал жить И его автоматом на лагерь подняли Потому что Ну, тебя уже на какие-то работы задействуют Там мусор вывозить Там еще там очень много было работ Которой занимались петухи Они распределялись По петухам был дефицит часто И на какие-то отряды петухов Ну, постоянно требовалось Люди освобождались И на промку можно было попасть А промку это облегченка уже была такая То есть туда все хотели попасть Там уже не били Там план надо было выполнять Там, ну, нельзя избивать людей Которые у тебя работают Правильно? То есть хозяин не даст И там на столовку Там еще куда-то там дофига Куда можно было попасть Там не в библиотечку Там на клуб какой-то И петухи, конечно же, с бура Там все хотели уйти На В буре петухов производили Поэтому их там не держали Их там много, ну, не нужно Там нужно их там Ну, три человека Или четыре максимум А остальные петухи Они, естественно, вылетали из этого пула Потому что Ты же не сделаешь Бур один из петухов В итоге Зачем они нужны в таком количестве Их закидывали куда-то И все мечтали, что их закинуть Куда-то там На какой-то там Вот отряд такой Ну, на любой отряд Был лучше бора В любом случае Вот И как бы вот было много Кто туда уходил Поэтому вот Плюс у петуха Были свои скачухи Петух мог есть Свою еду У петуха Никто еду не забирал Потому что Это не положено По понятиям Петух мог Жрал Не со всеми А у себя там На кровати Мог жрать Ну, то есть У них там Уже там Хоз Обязанностей было много Их уже не заставляли Там стоять Со всеми вместе Руки за спиной Можно было не держать Потому что они там Бегали там Ну, хозяйством занимались Обиженные Да, обиженные И к ним уже там Обращались с ними Ну, по-иному Поэтому недостатка В петухах не было у них Как бы их было много И даже я помню случай Что зона была Переполнялась ими И опера давали команду Стоп Как бы Что петухов больше не делать Типа А то весь лагерь Они как говорили Петушины сделаете Что говорят Типа 10% Не больше их должно быть А обратно хода уже нет Нет Все Подъема с этой масти нет Вот Она уже окончательная То есть Ты никуда С нее не денешься Вот Тебя туда определили Совет, собственно Я тут один То есть Такой Сейчас Сколько процентов Все дело петухов? Ну, процентов 10 Как бы Это нормальный процент Да Ну Совет Совет там такой Что По петушиной теме Ну, помимо воли Да Нормальному человеку Конечно Это и не предложат особо Язык Вот Язык Это 90% Случаев Что бы ты туда попал И остальные все случаи Это кишка То есть Кишка Когда человек Зависим от привычек Своих сигарет Там Кофе Конфет И так далее Это тоже прямой путь туда То есть Вот если ты можешь Это все вычеркнуть И нормально там И не болтать То есть Большинство Уезжали за язык свой Нельзя обсуждать Свою интимную жизнь Ни в коем случае Ни в каком виде Нельзя ничего рассказывать Про жену свою Там Про еще Про баб своих Это вот табу просто Ты сам не поймешь Где ты в колонии В лагере Впечатаешься А впечатаешься Сто процентов Вот Вообще Совет такой Больше слушать И меньше говорить Первые несколько месяцев Вообще Лучше не лезть Там ни в какие разговоры Лагерные эти Вот Там я много видел Ну нормальных людей Которые в петушатне уехали Просто вот За разговор Парень заехал Тяжелые условия Прессуют Бьют Естественно Там тут же Скучковались С кем-то Да По секрету Где-то там Рассказал Что с женой Со своей На Сфингерские вечеринки Как бы там Ходил Все Это уже основание Сто процентное То есть Опера Друг Вывез Тут же Ну не друг А к черному Друг Там Три дня Знакомый Тут же Вывез Это все И тут же Опера Пришли Там О где у нас Тут свингер Наш Ну пойдем И все Потом я его Уже увидел Мусор возил Есть еще Такая Зашренная Месть Вот по мне Была тема Я заехал И в баню Повели нас А в бане Условно говоря Прикинь Отряд идет Большой И тебе дается Там Ну условно говоря Там 10 минут На баню 5 леек Ну там 5-7 леек А вас там 50 человек Ну как ты можешь Помыться Летом Естественно Не раздеваясь То есть в форме Вот в робе Во всей Там забегаешь Буквально тут же И на улице Стоишь Сохнешь Потом тебя строят Либо разделся Ну там буквально Тебе там минуту дается И я разделся У меня Татуировка Тут же там С карантина Пишет Блин один Ну я думаю Не по своей воле Конечно Тоже пишет Что вот он там Демонстрировал У меня суд Сразу Ну мне тут же Объясняют Что если я иду В отказ Там 20-ка Или 30-ка Штраф Если не иду То 1000 рублей И свободен Как бы Вот на монитор Вывели 1000 рублей Мне петушинский суд Этот впаял Человека Который написал В итоге Там Ну были люди Знаешь так Они чуть-чуть Национализму Симпатизировали Ну среди актива Вот что давало Некие проференции Там буквально Два дня прошло Человек уехал в петухи Как бы Сделал для оперов Хорошее дело Ну козлам Каким-то не понравилось В итоге По 159-й Второй Там мошенник Был в итоге Ну он Когда еще написал Я там выругался На лагере Петушароговая Ну и козлы Такие раз Раз Я с моим Пошептались Ну и через два дня Вот он уже поехал Как бы в петушины Этот Вот То есть вопрос Там был решен С ним Так что там Инициативу Тоже вот эту Проявлять Там Особо не стоит Потому что Тебя и сам актив Может не полюбить Там же тоже Центра силы Разные Есть администрация Есть там Козлы Они как бы Все от администрации Но у них тоже Своё видение У меня было Несколько Скачух Таких Что Когда попадали Там Ну такие Как бы Правые Совсем люди Я там Ну помогал Некоторым Группам Осужденным Из чисто Такого Ну человеколюбия Там были Чеченцы Чеченцы И они Единственные Кто Не ел Свинину То есть Все Вот там Таджики Там Эти Среднеазиаты Они в итоге Все ели Ну во-первых Побои Не могли терпеть А во-вторых Как бы Там было Знаешь как Два месяца Была свинина Она добавлялась Во все три блюда Два месяца Была курица И по-моему Два месяца Говядина И вот Выпадала Два месяца Свинина Она в суп Добавлялась В кашу Ну там Какие-то Ошметки Кожи Там какая-то Такая И она Везде была И чехи Они прям Не ели И козлы Такие Опа Как бы Начали их Прессовать Естественно Там Ну били-били Ну те как бы Не проседали Не ели И администрация На это вообще Никак То есть Не поглядела Ну не жрут И не жрут Сдохнут Да я типа Пофигу вообще Вот И я какой-то момент Вижу Что там Чехи Начинают Такие В обморочке Проваливаться Я и сам Как бы Так было Это на грани Но Как бы Смотрю У них уже Там совсем Плохенько Было И Еда Вся наша Которую нам В передачах Передавали Она была В баульной И в баульной Разобрать вещи Нас пускали Ну раз в неделю На 15 минут Условно говоря И пускали там Ну группами По два человека Так вот Так вот Ты заходишь У тебя там Все стухло Уже там Яблоки какие-то Их должен был Собрать И выбрось Ну чтобы баульная Не загнила А все что тебе Передают Естественно Там кроме консервов И так далее Все пропадало Потому что есть Это не давали На буре Когда сидишь И все это Апельсины Там мандарины Они начинали портиться И ты их должен был Там перебрать И выбросить Ну тебе давалось На этом Считанные минуты И у меня были конфет Много Мне то есть конфет Шоколадных Всяких передавали Категорическое Правило лагеря Запрещало Две вещи Первое Брать еду В расположение И второе Отчуждать еду То есть делиться Ей с кем-либо Вообще нельзя было А вплоть до того Что если тебя На кухню выводили По двое Там кухня 15 минут В неделю На двух человек Давалось Не дай бог Ты соседу Соль отдашь Вот просто Чтобы он посолил Вот Котова Наказали за то Что человек Ему свои дырявые Перчатки отдал Когда он зимой Костя Котов Московский активист По москву курил Отдал перчатки У него Дос летело То есть Не дай бог Ты что-то передаш Кому-то В любой форме Даже когда У завхоза Не было сигарет Он там Крутил Табак Где-то собирая Осужденные Курили сигареты Никто не мог Ни у кого Ничего взять Это была постанова По лагеру строгая За нее Могли оттрахать В прямом смысле слова И мне Козлы Когда я открывал Свой баул Отворачивались Когда я конфеты Ныкал Свои же Воровал Себе в карман И они Они такие стояли Типа Отворачивались Ну Давали мне понять Что они Типа не смотрят Я там Караманы набивал И когда был отбой Вот так вот Лежал я А вот так Со мной рядом Ну шконки сдвинутые Двухъяростные Лежал Главный был Старший у чеченов Такой анзор Там Семьдесят шестого года Парень Я под одеялом Скидывал ему конфеты Чтобы он по своим Потом раскидал Ну чтобы они там Выжили Хоть как-то там Ели Я там конфеты Им перебрасывал В итоге конечно же Меня стуканули Ну спалили И нас там Жестко наказали Тогда я помню Весь Эта зима была Нас всех загнали В это В расположение ПВР-ку Комнату Воспитательной работы Такая маленькая комнатка А мы были В свитерах Зимних И поверх свитеров Роба наша Вот эта была И Заходили активисты Туда Они раздетые были Закрыли все окна И начиналась Зарядка Ее надо было В такт Как бы Это была Отработка Зарядки На построение И они Как бы Начинали эту зарядку Сами раздетые Как бы ведет 15 минут Выходит Заходят новые Ну там такая баня Получилась И все там Ну кто-то в обмороке Уже попадало Там процентов 20 наверное Там Вот этой всей темы Уже начиналось Всех шатать Все мокрые А потом Нас выгнали на улицу И там Часа два Наверное Мы на морозе В этих мокрых Свитерах В этих Я подхватил Воспаление легких Конечно сразу То есть Там все заболели Это вот Меня наказали И весь отряд Со мной В назидание За эту тему Я тогда Очень обозлился На это И Пошел на прием К руководителю К одному Из зоны Как бы там Зампобор был Вот у нас Я пошел И я как бы Эту тему Начал Ну говорю Вы знаете Вы считаете Нормальным Что там Сорокалетнего Мужика Наказали За то Что он Свои конфеты А у нас Наш Ни один Зэк Вообще Не имел Права Разговаривать С руководством Зоны Вообще Никак То есть Начальник Это даже Не обсуждается Там за все Время Этой зоны Начальник Только с одним Зэком Поговорил С руководством Зоны Любое Обращение К ним Там Это было Чаревато Блять Чем-то Очень Нехорошим Я был Единственный Потому что Они Они Интересовались Чем-то Кроме Зоны И многие Из них Им было Интересно Поговорить За политику Я был Тот С кем Они Какие-то Вопросы Любили Задать Ну там Про Собчак Что ты Можешь Рассказать Или А вот Это Как ты Видишь И они Видели Что я Не боюсь То есть Я не Дражу Не трою Телеграм Канал Демушкин Лайф Я не Боюсь И я Ну а что Я там Я с Кадыровым Встречался Че мне Там Эти Начальники Подполковники Я с ними Абсолютно Нормально Общался И Они Всех Читали За Идиотом Там Даже Завхозы Троили Они Доклад Боялись Дать Вот так То есть Стояли Там Ну Была Постанова Если Ты на любое Обращение Сотрудника Доклад Не даешь Петухи Уезжаешь Это Была По всему Лагеря Постановка Любой Вопрос Сотрудник Идет Навстречу Любой Ключник Любой Инспектор Тебе Здрасте Ты должен Сказать ему Ответ Я Демушкин Дмитрий Николаевич 1979 Года Рождения Осужден По статье 282 Часть 1 На срок 2 года 6 месяцев Начало Срока 21 2016 Года Конец Срока 21 2014 2019 Года Склонник Семизму Терроризму Нападение Сануков Правительного Органа Постанова И ты Этот доклад Давал 50-60 Раз в день Собственно И я К ним Пошел К руководству Они там Сели Руководители Оперотдела Я ему говорю Вы нормально Считаете Что 40-летний Мужик Ворует Свои конфеты И за это Его наказывают На что Мне отвечают Ты же знаешь Что Отчуждение Материальные Ценности Запрещено Правилами ПВР В лагере Я такой Да Ребят Давайте посмотрим На это Так У вас Сидят Чеченцы Которых Вы Сегодня Морете Голодом То есть Они реально У вас Там Теряют Сознание Я говорю Если Завтра Эту Тему Вывезут Рамзану Кадырову Я вас Уверяю У вас Будут Личные Проблемы Потому Что Вы Наказываете За то Что Они Мусульмане За то Что Они Соблюдают Свой Этот Самый Они Как Б Там Типа А тебе Чего С этого Чего Ты В эту Тему Там Лезешь Я говорю Ну Просто Я Нахожусь С этими Людьми Каждый День Я Не Хочу Видеть Как Люди Падают В обморок Ладно Иди Я Ухожу И Чехам После Этого Разрешают Есть Их Еду Которая У них Была В Баульных Типа На Эти Два Месяца Которая Столовка Была Свинина Им Разрешили Там Ну Какой-то Там Ограниченное Там Вот Какие-то Там Вот Это Есть Вот Эту Их Еду После Этого В лагере Все Об этом Узнали И Какой Бо Отряд В столовую Не Шел Если Там Был Ингуш Или Чеченец Они Все Мне Там Кивали То Ету Тему В лагере Все Узнали Что Лидер Русских Националистов Там Вывез За Чеченцев За Вот Эту Всю Тему И Так Далее И Ну Это Все Зэки Увидели Все Зэки Оценили Причем Даже Вот Те Кто Те Же Скинхед Даже Прессовщики То Есть Они Увидели Что Там Что То С Администрации Впервые Кто-то Порешал Потому Что До Этого Это Вообще Было Все Глухо Вот Эта Вот Эпичная Такая Была История Когда Приезжали Ко мне Снимать Пропагандистские Фильмы Телекомпании Ну Они Там Сотрудниками Одного Силового Ведомства Это Как Бутина Приезжала К Навальде Да Да Также Приезжали Ко мне Снимать Фильм Как Исправляется Дмитрий Демушкин Это Была Зима Как Раз Перед Переводом Моим Натряд На Тот Момент Я Уже Довольно Ся Не очень Хорошо Чувствовал По Понятным Причинам Что У меня Было Истощение Такое Сильное И Они Приехали Они Должны Были Снять Там Ран ТВ Было Второй Канал Ну Там По-моему Все Каналы Там Вот Эти Основные Наши Были И Они Заходят И Меня Вывели Типа На Съемку И Они Смотрят Такие И Я Вижу На лицах Журналистов И Фебосов Ужас У меня Проваленные Глаза У меня Ямки Здесь Такие Большие Проваленные Такие Скулы Обтягивает Кожа На Меня Администрация Надела Два Свитера Но Это Не Помогает И Стоят Типа Че Это Такое Как Мы Будем Снимать И Я Увидел Конфликт Когда ФСБ Вступило В конфликт С администрацией Учреждения То есть Там Такой Стоял У них Выяснение Отношений Что Вы Сделали Как Мы Теперь Будем Сниматься И Все Это Вам Сказали По нему Работать А не Это Не Концлагерь Это Делать С Пищей И так Далее Вот И Они Понимают Что Журналисты Вообще Некотор Там Несколько Согласилась В итоге Только РЕН-ТВ По-моему РЕН-ТВ И еще Какой-то Там Непонятный Канал РЕН-ТВ Точно Было Они Даже Выпустили В итоге Что-то Маленький Сюжет И Они Меня Начали Снимать По казуху Вот Как С Бутиной Снимали Что Демушкин Там С Распущенными Руками Весь Там Барак Выгнали Людей На улицу Как Я Сижу Там Конфеты Мне Нашли Типа Телевизор Смотрю Чай Пью Дескать Ничего Из этого Не вышло В итоге Из-за Внешнего Вида Я думаю Они В итоге Поняли Что Это Нет А Потом Я Как В Располагу Захожу На Шконку Свою Причем Это Зима Была В Зимние Обуви Ложись Пофигу На Шканар Я Говорю Вы Не Переигрываете Опера Ладно Потом Там Сняли Такие Приколы Что Заходит Руководство Колонии Я Якобы Встречаюсь Им Навстречу Они Такие Здравствуйте Дмитрий Николаевич Мы Жмем Другой Руки Ну Абсурд Полный По Зоне То есть Ну Представь Себе Там Руководство Входит Там Все Стоят Их Там Троит Доклад Какие Рукопожатия На Зоне Это Нонсенс Такой Кто Жмет Руки Если Ты Не Тому Руку Пожал Ты Окажешься В том Жен Социальном Статусе Как бы Зрители Понимали От Петуха Нельзя Не Прикуривать Ни Сигареты Ни Еду Брать Ни Здороваться Ничего Как бы Да Чехлы Все Шили Ложка Упала У тебя В туалете Ну Нельзя Ее Поднять Как бы Или Где Ты Упала Это Уже Гошонка Считается Уже Все Это Как бы Петухам В их Сектор Парис Уходит Они Там Все Это Подбирают И Потом Пользуются Небольшое Отступление Вот К этой Теме Это Когда Я сидел На шестом Спецу У нас За Стенкой Сидела Камера Там Там Был Один Как раз Некрасов Хозяин Арбат Престижа Которого Там Злые Заки Называли Как раз Этого Представителем ЛГБТ И С ним Вместе Сидел Максим Косенков Максим Косенков Это Мэр Тамбова Которого Обвиняли В том Что Он Похитил Своего Любовника Когда Тот От него Сбежал И Вернул Как говорится В расположение Своей Усадьбы Из-за Он Заехал И Было Очень Интересно Когда Там На шестом Была Сборка Суды Развозят И Стоит Там Человек Десять Ждут Остальных И Максик Такой Выходит Но Его В стакан Там Сажали Нет Нет И Он Так Со всеми Здоровается Он Так Раз Так Там Подряд Человек Семь Со всеми До меня Доходит Куда Руку Тянешь Блядь Люди Сразу Хотят Пояснения Нет Нет Все Он Так Все Все Пояснения Все Вокруг Себя Остальные Такие Не Ну Все Уже Как бы Тоже Как бы Всем Никому Ничего Пояснять Не Надо Было Не Ну Именно Ввиду Что Ты Человека Должен Объявить Ведь Есть Такое Правило Железное По Низнанке Не Канает Это Я Понимаю А Зачем Мне Кого Объявлять Ну Он Сам Не Мог Тебе По Идеи Людям Не Мог Протянуть Руку Это Правило Такое Что Его Должны Были Кончить Пусть Они Уже Между Собой То 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 Ты Людей Всех Озадачил Они Пожали А Ты Сказал Нет Больше Он Ко Мне Не Подходил Он Сразу В сторону Отходил А А Потом Меня Как То Я Думаю Это Прокладом Чистое Перстко Когда Хату Нашу Раскидывали Меня Водят На Продол С Баулами Я Говорю Куда А Вообще Это Было Такое Запрещенное Правило Говорить В какую Камеру Тебе Перекидывают И Один Он Говорит Ну Туда Соседнюю Прям Вот Одна Дверь Ну Келешовки Такие же У вас Были Каких Откуда Ты Знаешь Что Ни Такие Я Говорю Слушайте Ну Знаю Ну Там Начинается А Ты Что Вот Это Я Петушиную Хату Я Говорю Я В Этот Петушинник Не Пойду А Чего Ты Сделаешь Мы Тебя Запихнем Ломиться Буду Я Идешь Ломиться Они Все Сломятся Я Болюсь Кипятком Первым Делом И Буду Кидать Тяжелые Предметы В голову Вам Это Кипиш Как Б Нужен Не Мы Тебя Сейчас Туда Забросим Ну Смотрите Вы Будете Забрасывать С резервом Ваших сил Не хватит Вы Будете Взять Резерв Гоблинов Ломать Меня Туда Как То Закидывать А Потом Я Буду Ломать Петухов И Будете Спасать Да Петухи Тоже Непростые Это Скандал Я Гарантирую И Заходишь И Сразу Напротив Туда На сборку И Дальше Я Там Сидел Часа Четыре Они По Мне Решали Что Делать В итоге Они Все Так Мне Вернули Ту Хату А У Тебя На Девятке Тоже У На Шестом Было Ну На Девятке Келешовки Постоянно Вас Раскидывали По Разным Хатам Да Ну Как Я Где Не Давали Сидеть В одной Долго Ну Я Поменял Камер Наверное Больше Двадцати Ну Да Вот Такая Двадцати Даже Дневник Есть Переезд С кем Что И Потом Меня Уже Уже Под Конец На Девятке Я Полгода Последний Уже С Кумарином Чисто На Заморозке Там Сидел Полгода Ночной Мэр Он уже Там Инвалид Такой Был Тяжелый Он Сейчас Сидит Дай бог ему Конечно Здоровье Дух Силы Вот Прям Дай бог Каждому И Кстати Вот этот Максим Косенков Который Все С ладошками Своими Лез Он Сейчас Возглавляет Снова Возглавляет Тамбов Снова И А возглавил Он Тамбов От Как Лидер Тамбовского Отделения Партии Какой Как думаешь Единая Россия Родина Родина А как он судимый Или его не осудили в итоге В итоге его осудили И он через как-то Он сломал этот приговор Ну это очень уникальный был случай То есть отмену добился Как-то отмену И все это дело Как-то они потихонечку похоронили И вот сейчас Большого таланта человек Лидер Да И больших Нужных связей Самое главное Ну видите Ну вообще Ты же знаешь Что по заезду Первое Что сразу на приемке А везде бьют Берут Это собственно Ну не буду криминальный жаргон Как это называется Говорить Слово матное Ну приговор условно Первая твоя карточка Это твой приговор И понятно Что когда ты заезжаешь Тебя должны определить сразу Потому что Ну на Если на бурах Ты сидишь Там понятно Там тебя Что определять Называется объедон Но другими буквами Объедон Да Там тебя уже бьют Это понятно Ну когда на отряд Ты выходишь Там уже есть эти Продолы И ты Ну подобное К подобному Как бы лезет Вот политические Они вообще Вне масти То есть Когда ты заходишь Там Ну люди не знают Кому ты прибьешься Потому что Ну разбойники С разбойниками Там грабители Это братва Там мошенники Там интеллигенция Такая считается Ну короче Все с друг с другом Как-то там В парадолах живут Там же семьи Формируют Одному на зоне тяжелого Как бы в отряде жить Там у тебя Ну барак Один замкнутый И у тебя там Ну сто человек Сто двадцать может быть В бараке уже Ты когда заехал И ты все время Вот в этой куче находишься И конечно Там подобное К подобному Вот политических Там нету понимания Такого Я был профучетник Как экстремист терроризм Причем Экстремисты и террористы Это профучет один То есть Клонинг экстремизму Терроризм Он так и называется Хотя абсурдная ситуация Где террористы То есть ты взорвал электричку И ты написал Картинку в интернете Написал картинку Написал статью В защиту Коренного русского населения Да И это На чашах Весах Это одинаково Весит Абсолютно Абсолютно Одинаково Более того Все профучетники Экстремист был я один Все профучетники Каждые два месяца Мы ходили на встречу С муфтиями Нам запрещено было Разговаривать Собирали вот такой вот там Зальчик Мы садились сюда Нам было запрещено Отвечать Запрещено спрашивать И стояли два муфтия Которые объясняли мне Что ИГИЛ Запрещенная в России Организация Это шайтаны Туда ехать Не надо было воевать Что это Я сижу Этот абсурд Меня к священнику И в церковь Ни разу не пустили В лагерь Я просился Но с муфтиятом Я общался Потому что подразумевали Что экстремизм Терроризм Весь профучет Обязательное Положение Должен ходить Общаться с муфтиятом Которые нам читали Лекции Про правильный ислам Я каждый раз сидел И не понимал Вообще И кстати Русские были Русских было довольно много Были русские НВФ Это незаконно вооруженное Формирование 208 статьи Причем молодые Даже парни со мной Сидели там Были Те кто воевал В Сирии Русские Один парень Я его запомнил Он вообще Был на подворье У патриарха Он был православный Подсел на наркотики И каким-то образом Его зарубовали в ислам Он уехал в Сирию Прошел два лагеря Подготовки Боевиков В ИГИЛ В ИГИЛ Запрещенная организация Два лагеря подготовки Это по его делу И год там Ну он рассказывал Что был поваром Ну понятно Что это не так Потому что какой нафиг Повар с Москвы Завербованный Понятно что воевал Как ты думаешь Сколько он получил? Семь лет Два года Шесть месяцев У нас был с ним Одинаковый срок Он год воевал В Сирии В ИГИЛе Прошел два лагеря подготовки И он получил столько же Сколько я Который запостил картинку С русского марша За русскую власть У нас был Приговор одинаковый И таких вот боевиков Я видел Абсолютно идентично Чеченцы За незаконное Вооруженное формирование Получали Два года Один месяц Три года Два с половиной года Год и восемь были Кто по 208 Получал 205 Это финансирование Терроризма Пособничество Получали тоже И два года И три года Четыре с половиной были Ну то есть До пяти с половиной Больше Ну шесть бывало Больше шести Я не видел Чтобы за пособничество За финансирование А чем ты объясняешь Подобную лояльность Сознанкой Там была такая тема Их судили Как правило Ростовский суд Этот военный И там была такая ситуация Если не признаешь Получаешь 20-25 На тебя вешают Если признаешь Им еще наследствие В Зиндане В подвале Говорили срок Причем все чечены С которыми я сидел Их никого не обманули Говорили четыре Там два с половиной Столько суд Ростовский и давал Хотя следствие было В Чечне А суд был в Ростове И там уже следаки Назначали им 40 За лояльность То есть Ну Признаешь Как бы все Поясняешь Как тебе рассказывают И снимали задержание У них заново Кстати У всех почти То есть Их задерживали где-то Неформально Где-то держали А потом Когда они сознавались Их сажали в машину Они ехали И уже на блокпосту Под съемку Спецназ Там под пять дублей Их там вертел Крутил В новостях Это крутили И почти все Так вот Проходили Они то есть Уже три месяца Где-то отсидели Там Их только через три месяца Когда их родственники Уже заявление о пропаже Их объявили Там Уже их все искали Их вот якобы Задерживали Вот показывали Вот показывали Эти кадры Снимали И они признавались И они сказали Что был вариант Такой Нам сказали Либо 20-25 Не создаетесь Но там Вы можете побороться Там уже как-нибудь Либо вы сейчас Все пишете Даже полный Абсурд Там были люди У которых Ну по делу Ясно Что это Ну чушь собачья Там был человек У который Гражданин Германии Приехал в Грозный В пригород Грозного Навестить матушку И он туда приехал Это по делу По его Пришла соседка И сказала Сын в Турции 2000 долларов Не могу перевести Отдает ему 2000 долларов Тот переводит В два перевода Делает ему В итоге 205 В двух эпизодах И сделали Переводит И у него В деле написано Что свидетель Который отбывает Наказание В мордовской колонии Поясняет Что когда Тот перевел ему деньги Он по скайпу Беседовал с его сыном И тот ему По скайпу Сказал Что это берет деньги На покупку автомата Калашникова Чтобы поехать в Сирию А я типа Рядом был И это слышал Больше чуши Нельзя придумать Единственное доказательство В деле Вот Я прям читаю Его приговоры Понимаю Ты где этого чела Из чувашкой колонии Встретил Он говорит Я вообще по скайпу Никогда Естественно С ним не беседовал Естественно Никакой калашников Я ни с кем не обсуждал Он с 96 года В Германии Жил этот человек Вот Ну в итоге ему сказали Либо двадцатка Либо Вот пособничество Там Четыре с половиной года И в итоге Он выбрал Естественно Сектор Четыре с половиной года Как в колесе И получил Свои четыре с половиной года И Ну Правда К этим четыре с половиной года Они еще получали Восемь лет надзора По выходу Восемь лет Отмечаться Четыре раза в месяц Каждую неделю С десяти до шести утра Находиться дома Не покидать Москву Либо свой регион проживания То есть Ты никуда выехать не можешь И то есть Фактически Ты еще У тебя восемь лет Ограничения свободы А у некоторых Было четыре с половиной года Три года Ограничения свободы И потом Восемь лет надзора еще То есть Он там Ну пятнашку Фактически Будет вот так ходить То есть Вот Ну вот такая ситуация То есть Вот все что касается Экстремизма Терроризма У меня три года надзора Они мне Максимум Мне могли три года впаять У меня было максимальное ограничение И колония мне эти три года впаяла Через суд По Максимальными С максимальными ограничениями И только отмена моего приговора Спасла меня от того Чтоб я еще три года Ну не мог никуда выйти Сходить и так далее Многие люди И не только молодежь Кстати Сегодняшняя Они думают Что попадая в нашу Пенициарную систему И в изоляцию В сегодняшние Российские Пыточные лагеря Что у них там будет Соблюдение Каких-то там Правил Что Они там будут Оспаривать Какие-то действия Сотрудников По закону Что они там Что-то не подпишут Это не так Я тебе скажу Честно Что за все время Сколько я там находился Я не видел Ни одного Осужденного В этом лагере Который бы не подписал Все бумаги В том числе и я И о сотрудничестве И обо всем Это даже не обсуждалось В этом лагере То есть Это не был даже момент По поводу которого Что-то обсуждали Подпись всех документов Не освобождала тебя От того Что тебя потом били И все эти экзекуции И так далее Что ты обязуешься сообщать Если тебе станет известно О готовимся Побеги Ну это конечно все чушь Для этого лагеря Там какой побег Когда ты дышать не можешь Стоишь Но все абсолютно И вопрос не в том Вот сейчас Про Тесака Тема всплывает И говорят Вот он там Подписал То он подписал Это Они не понимают Что такое Красноярск Что такое Владимир Что такое Омск Что такое Карелия Вопрос Подпишешь ты или нет Там что-либо Он не стоит абсолютно Вопрос стоит Какая стадия инвалидности У тебя будет На момент подписания Этих бумаг То что ты их подпишешь Обязательно Сомнений нет Я тебе честно скажу Я упирался В последний день августа Меня привезли Все бумаги Я подписал В ноябре В середине Ну я понял Что все Как бы Ты уже Ну Нет у тебя Никакого варианта Все остальные Подписали в первый день Ну кого я знаю И в этом лагере Я могу точно сказать Что не было Ни одного человека Который бы на него Ступил бы И не подписал бы 106-е все статьи Все же касается Работ Там все Отречения От этой всей Блатной темы Ни одного человека Не было Братва Не братва Там не важно Кто ты Даже Была это Воровской Прогон По крову Что Разрешалось Подписывать Все Разрешалось Все подписывать Потому что Говорит Нету варианта У вас Ну ты можешь Там тебя Никто не будет Знаешь там Вот зэки Там бывало И бывают Такие Которые сидели Но не в этой теме В красной Они говорят Ну че Ну отказался бы Под крышу ушел Нет Никаких крыш Нигде У нас даже Суса не было Как такового У нас никого Никуда не загоняли Конечно Ты уже на приемке Стояли петухи Голые В масках Которые танцевали Ламбаду И то Что тебя бы там Отымели бы Они все Это бы тебя Ни от чего Не освободило бы Тебя бы Продолжали бы Там бить Гнобить Там надо Током Там Истязать До тех пор Пока ты через две недели Все равно Все бы не подписал Бы так же Но уже бы Ты бы Потерял бы Здоровье Ну как бы Статус свой И ну все остальное Поэтому Все кто Про Мацинкевича Сейчас говорит Как бы кто К нему не относился Ребята Все что люди Подписывают там Вы это не оцениваете С точки зрения Вашей свободы Здесь Это Вы здесь Блатовать В кабинете следователя Сколько угодно Можете там Кидать в него Плевать Там Ну побьют Ну это все Совсем другое Там Это 24 часа Нон-стопа Где вы один Со всей системой Вы все Подпишите Это был политик Общественный деятель Дмитрий Демушкин Мы обязательно Вернемся К нашему разговору Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Распространяйте Это видео Подписывайтесь На телеграм Канал Миронов Дефакто Ссылки в описании Профиля Где мы Выкладываем Самое вкусное Самое интересное Самое острое И Приобретайте Читайте Книгу Высшая Каста В электронном виде В аудиоформате И В печатном Виде В книжных Сетях Страны Комментарии Которые наберут Под этим Видео Наибольшее Число Лайков Самые популярные Комментарии Пять Самых популярных Комментарии Они Получат Книгу С моей Дарственной Подписью Комментарии 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 Комментарии